Всем привет, вы на канале Science Daily. Китайский модуль Чань-E6 пристыковался к служебному модулю и готовится к доставке на Землю первых образцов грунта с обратной стороны Луны. Китай запустил космический аппарат Чань-E6 3 мая. После прибытия к Луне от орбитального аппарата отделился посадочный модуль, который совершил посадку в кратере Аполлон на обратной стороне Луны 1 июня. Сразу после проверки работоспособности систем посадочный аппарат с помощью совка и бура собрал образцы лунного грунта. И спустя 49 часов после посадки космический аппарат стартовал с поверхности Луны с 2 кг образцов лунного грунта на борту, вышел на окололунную орбиту, где 6 июня совершил успешную стыковку со служебным модулем. Здесь контейнер с лунным материалом был помещен в возвращаемый модуль. В ближайшее время орбитальный аппарат Чань-E6 сбросит спускаемый аппарат, который затем совершит жесткую посадку на Луну. После чего орбитальный аппарат будет еще некоторое время вращаться вокруг Луны, ожидая возможности возвращения на Землю. Ожидается, что при приближении к Земле он выпустит спускаемую капсулу с грунтом, которая должна будет приземлиться примерно 25 июня. Автоматическая стыковка на лунной орбите – это всего лишь вторая подобная операция. Первая была проведена в рамках миссии Чань-E5 в 2020 году. Ученые считают, что образцы лунного грунта с обратной, испещренной кратерами стороны Луны, могут содержать материал, выброшенный из глубины. И изучение этого грунта может дать представление о том, почему видимая и обратная стороны нашего спутника так сильно отличаются друг от друга. А также рассказать об истории нашей Солнечной системы. После сброса капсулы с грунтом орбитальный аппарат Чань-E6, вероятно, продолжит свою миссию в зависимости от запасов топлива. В ходе предыдущей миссии орбитальный аппарат Чань-E5 отправился в точку Лагранжа-Л1 системы Земля-Солнца, а затем вернулся к Луне, чтобы выйти на ретроградную окололунную орбиту. Редактор субтитров А.Семкин